Девчонки, всем привет! Меня зовут Ева Бьюти. Добро пожаловать ко мне в гости. И сегодня я вместе с вами буду краситься косметикой ОТО, которую я получила. Сюда входит какое-то необычное средство, которое я сначала не поняла. Это база под макияж в очень необычном оформлении. Затем буду наносить BB крем, который будет служить и тональным средством, и консилером. Карандаш для бровей, тени, подводка, тушь, бальзам. И очень красивая помада, которая ничем не уступает люксу, если его не убивает по всем параметрам. Все это я нанесу на свое лицо. Посмотрим, что получится. Все свои впечатления я опишу. Это косметика, которой мы будем краситься. Я уже здесь ее распаковала и красиво расположила на своем туалетном столике. Скажу честно, я обалдела от оформления, я не ожидала. Действительно, люкс нервно курит в сторонке. Вот так все продукты пришли мне с Алиэкспресс. Вот так вот они упакованы. В первый раз у меня такая отличная упаковка. То есть они все под защитой продукты. Действительно, они не повреждены. Все упаковано первоклассно. Здесь у меня 9 продуктов плюс 1 подарок. И давайте уже краситься. Я достаю один подозрительный продукт. Я заказывала, я думала это транспарентная пудра, но это оказалось не пудра, а основа под макияж. И вот такой вот спонж, он не идет в комплекте. Вот пришел мой спонжик для нанесения тональной основы. И мне было очень приятно, что я в мешочке кроме одного спонжика нашла еще один. Давайте их рассмотрим. Вот так вот он выглядит. Он как-то, видите, даже переливается. Как бархатный. Я в первый раз вижу, чтобы вот такая вот была интересная структура у спонжа. Просто невероятно. И давайте посмотрим вот этот спонжик подарочек. Я разорву пакетик. Он не разорвался. Вот такого вот красивого, темно-зеленого, глубокого цвета. Вообще, я очень люблю вот такой вот зеленый, богатый цвет. Ну, я больше люблю пользоваться вот такими вот спонжиками, но приятно получить такой презентик. Давайте посмотрим, как будет выглядеть этот спонж в намоченном виде. Вот я помыла спонжик с использованием мыла ради гигиены. Он набух, да, он увеличивается в размере, он мяконький. И мне очень нравится вот этот бархатный перелив. Я сначала достала его, подумала, что что-то тут не так, может, он чем-то тут покрыт. А это именно у него такая вот, какая-то такая пористая, переливчатая, бархатная структура. Такие вот чудеса в решете, а именно в пакетике от O2O. Очень приятно, мне нравится. Стоимость этого спонжика 2 доллара 87 центов. Довольно-таки бюджетно. Можно купить белорусский спонж за эту цену. Но, конечно, меня поразила его вот эта вот бархатная структура. Все продукты от O2O упакованы в такую вот целлофановую упаковку. Здесь вот написано на китайском, но потом будет на английском. Проставлены все сроки годности, причем на каждом продукте. Очень красивые упаковки. Также пронумерованы все оттенки, если продукты в разных цветах. И давайте посмотрим. Я заказывала как транспарентную пудру этот продукт. И тут так и написано Pre-Makeup Powder. Но вот теперь давайте вскрывать и посмотрим, пудра здесь или что-то другое. Просто первоклассная упаковка. Написано вот на самой пудре тоже Pre-Makeup Powder. Срок годности 2 года после вскрытия. Хороший срок годности. Вот такая вот очень красивая матовая прозрачная упаковка. И я опять проверяю срок годности. И давайте уже вскроем этот продукт. Вот здесь вот такое вещество. И видите, я думала, что это порошочек. А это оказалась такая вот мазь или основа под макияж. Хотя, если переводить подробно то, что написано на английском языке, то там написано, что это легкая невидимая пудра перед макияжем. То есть новая, улучшенная, прозрачная, прессованная пудра. Вот прям дословно вам привожу перевод. И я его приведу в инфобоксе. Подробный перевод, что написано на упаковке. И вот я решила нанести эту основу под макияж на свое лицо. Сначала я попробовала спонжем. Хотя было заявлено, что там спонж должен входить в комплект. Но он не входит в комплект. Это был спонж-подарок. Потому что я заказала до этого бархатный спонж. И к нему шел в комплекте этот зеленый спонж. То есть две какие-то вот такие неточности на Алиэкспресс. Нет спонжа. И это не пудра, а основа под макияж. Но, как видите, выглядит очень даже неплохо на лице. Ее совсем не видно. Но лучше такие продукты наносить на праздники. Когда нужно быть уверенным в том, что тональный крем продержится долго. И теперь мочу спонж. И будем наносить на эту основу BB крем. Вот такой вот BB крем. Кстати, стоимость пудры той или, скорее всего, основы под макияж 7 долларов 48 центов. А это уже BB крем. Его стоимость 3 доллара 59 центов. Это у меня оттеночек 21. Вот так вот он выглядит. Тоже неплохая упаковка. Написан оттенок на упаковке. Проставлены сроки годности. Все замечательно. Кстати, там 4 оттенка представлены на Алиэкспресс. С 21 по 24. Вот такой вот оттеночек я себе подобрала. В принципе, конечно, он желтый по сравнению с моей рукой. Но сейчас в нанесении мы посмотрим, как распределяется с помощью спонжика. Вот подбираем. Он, в принципе, сливается с кожей и перекрывает мои вены. И теперь будем наносить на кожу лица. В принципе, вообще, я не заказывала консилер от O2O. Потому что я прочитала в описании этого продукта, этого BB крема, что он может использоваться как консилер. И действительно, вы сейчас увидите, что он подходит и в качестве консилера. Наношу спонжем. Обычно BB кремы лучше наносить спонжем, тогда лучше распределяется продукт. И вот я сначала при нанесении немножечко так перепугалась. Видите, я как гейша. Желтая гейша. И теперь я хочу лучше распределить на свои глаза. Для этого взяла кисточку от Luxe Visage. Она бочонок. И она отлично распределила этот BB крем как консилер. И теперь для лучшей растушевки я помогаю себе спонжиком. И вот так вот выглядит мое лицо в конце. Мне кажется, неплохо он распределился. Хорошо слился с моей кожей. Хотя сначала я испугалась. И видите, шея совсем не отличается. Теперь лампа поменяла цвет. И совсем все выглядит удачно. Так как с пудрой я ошиблась. Это оказалось не пудра, а основа под макияж. Я взяла в качестве пудры свою старую добрую пудру от белорусского бренда Relu. Называется она Icon Look. Вот такой вот оттеночек. Там два оттенка есть. 0,0 и 0,1. У меня 0,1. В принципе, мне подходит и тот, и тот оттенок. Я очень люблю эту пудру. Она, кстати, сделает любой тон удачным. Даже если плохой тон, если нанести поверх эту пудру, то эта пудра всегда исправляет ситуацию. Но один недостаток, что она вот так вот, если начинает заканчиваться, то трескается. И я вам показала, как выглядит лицо. Теперь переходим к бронзеру. Я не люблю контурировать лицо. И в качестве контуринга использую бронзер. И вот такая у меня есть палеточка. Опять же, от этого бренда Relu. Я очень люблю этот белорусский бренд. И здесь 4 оттенка. Сейчас буду наносить в этот бронзер. Он очень хорошо сочетается с этими тремя остальными оттенками в этой палетке. Для нанесения бронзера выбираю кисточку, опять же, от Relu. Все у меня кисти белорусские. От Luxe Visage или от Relu. Очень их люблю. Но планирую, может быть, в недалеком будущем закажу кисти на AliExpress. Уже очень они красивые. И вот наношу бронзер. Обычно я наношу под скулу. Также на лобик и на глазик. И еще очень люблю на шею наносить, для того, чтобы скрыть второй подбородок. Хорошо, что еще у меня его нет. Но лучше лицо сделать худее. Еще на шею наношу по бокам, чтобы все смотрелось гармонично. Также я контурирую носик. Я всегда контурирую нос. У меня не маленький носик, достаточно большой. Но чем матушка природа наградила, тем нужно и довольствоваться. В принципе, я довольна своими чертами лица. Что бы мне когда-то не говорили. Я довольна, скажем так. И вот теперь переходим к нанесению румян. Румяна у меня в коралловом оттенке и в холодном розовом. Я его смешиваю, опять же, кистью от Relu. Для нанесения пудры. Очень люблю такой пушистой кистью наносить румяна. И теперь мой любимый момент макияжа. Нанесение хайлайтера. Может быть, мне уже стоит избегать этого этапа макияжа. Но я очень люблю. В принципе, этот хайлайтер не подчеркивает недостатки. Он очень отлично сливается с моей кожей. Хорошо подсвечивает. Также я подсвечиваю почерюстную косточку и шею. Так как наносила бронзер по бокам. Нужно подсветить центр шеи хайлайтером. И еще очень люблю сделать хайлайтером свои губки пухлее. Для этого наношу вот таким образом. И все выглядит очень даже неплохо. Губки стали более такими объемными. Теперь переходим к бровям. У меня брови свои достаточно густые. Я только закрашиваю пробелы в бровях. И давайте рассмотрим этот замечательный продукт. Я заказала ультратонкий треугольный карандаш. В оттенке 03 Blonde. Для блондинок. Там всего 6 оттенков. Стоит этот ультратонкий карандаш. 2 доллара 29 центов. Очень бюджетно. Здесь двусторонний карандаш. С одной стороны щеточка для растушевки. С другой вот этот вот грифель. Или ультратонкий треугольный карандаш. Вот так вот выглядит. И вот давайте теперь я нанесу на свою ручку. И посмотрите как отличается оттенок. Он какой-то рыжий. Хотя предназначен для блондинок. Скорее всего это для рыженьких девочек оттеночек. Подскажите. И мне показалось, что я ошиблась с оттенком. Вот так вот я вытащила весь грифель. Не вытащила, а выкрутила. Как сколько продукта проверила в этом карандашике. Красивым. Он такой блестящий. Очень красивое оформление. В принципе и карандаш качественный. Только вот мне кажется, что я прогадала с оттенком. Но решила все-таки наносить его дальше. Потому что посмотрите на мои корни волос. В принципе какой-то такой рыжеватый оттенок присутствует. И теперь я все-таки решила и на вторую бровь нанести этот карандашик. Все-таки не хочу избегать этот этап макияжа. Пока мне не очень нравится. Мне кажется, что он очень рыжит. Поэтому перехожу к гелю для бровей. Я выбрала гель для бровей от белорусского бренда. Так как не заказывала на Алиэкспресс этот продукт. Я очень люблю этот гель для бровей. Он в оттенке 01 для блондинок. 01 как видите. И вот посмотрите. Здесь действительно оттенок для блондинок. Он не рыжит. А он такой вот светло-тауповый. То, что надо для блондинок. То, что я думала, что карандашик будет для блондинок в таком оттенке. Но ничего страшного. Карандашик для бровей бюджетный. Можно перезаказать в оттенке тауп. И вот я наношу этот белорусский гель. Здесь видите такая очень миниатюрная кисточка. Очень удачный гель для бровей. Он и водостойкий. Держится весь день. Отлично держит мои брови. И теперь тени. Честно, никаких надежд я не возлагала на эти тени. Все отлично упаковано. Сроки годности замечательные. Стоимость этой палетки 8 долларов 16 центов. Оттенок 0,3. Всего там оттенков я вот себе выписала 4 оттенка. У меня называется родной дом бога. И все будет выполнено в оттенках Марокко. А именно архитектурных зданий Марокко. И у меня спрашивали, не рыжит ли это, не темная ли это палетка. И она совершенно не темная. И какая же она прекрасная. Она не пылит. А вот этот глиттер это просто нечто. Здесь матовый есть оттенок. Вот посмотрите. Такой рыженький. Он называется теплый абрикосовый. Также есть вот эти блестки. Называются яркие оранжевые. Один металлический оттенок. И один называется красно-коричневый. Темный самый. И вот я все не могу насмотреться на эти блестки. Здесь действительно такие блестки. Они такие приятные на ощупь. Просто блеск, восторг. Ничем не хуже люкса. Я в таком легком шоке от этих теней. Вот даже советую. Закажите, вы не пожалеете. И вот будем делать макияж в оттенках архитектуры Марокко. А именно их зданий. И вот я первый выбрала оттенок. Это вот металлический. Да, на орбитальную складку века я буду наносить металлический оттенок. Который называется Red Brown. То есть красный-коричневый. Вторую орбитальную складку прокрашиваю. И я все, весь макияж, видите, выполняю кисточками от Reluie. Теперь взяла другую кисточку и буду подкрашивать свой внешний уголок и нижнее века. Опять же, этим оттенком Red Brown. И он, я бы не сказала, что он сильно-сильно такой рыжий. Но действительно такой красно-коричневый. Красивый оттенок. Его можно и моно наносить. Теперь наносить буду вот эти блестки на такой вот базе. Прозрачно, мне кажется, эти блестки. И они отлично наносятся и пальчиками. Очень нежные на ощупь. Я от этой текстуры прибалдела. Мне даже нравится больше, чем в тенях Tom Ford. Это текстура. Конечно, блестки Tom Ford я люблю. Но эти ничуть не хуже. Они такие красивые, такие переливающиеся. Восторг. И теперь помогаю себе вот этой кисточкой, чтобы внутренний уголок лучше прокрасить. И теперь буду растушевывать матовыми тенями, которые называются абрикосовые. То есть теплый абрикос. Как видите, ничего здесь не пылит. И, конечно же, нужно подсветить внутренний уголок. Для этого я выбрала тени под названием Silver White. В описании этой палетки все написано. На Алиэкспресс я была удивлена. И вот совсем по-другому теперь выглядят мои глазки. Более свежий взгляд. Также этот оттенок, который я использовала для внутреннего уголка, я использую для того, чтобы прокрасить подбровное пространство. И эти тени подходят и для этих целей. Очень красиво они ложатся, растушевываются. Действительно здесь красивый такой металлический оттенок. Не колхозный, а именно то, что надо. Также этот оттенок можно использовать в качестве хайлайтера. А так как я люблю хайлайтер, то для меня много хайлайтера не бывает. Беру кисточку и попробую. Не могу удержаться, чтобы не попробовать этот оттенок в качестве хайлайтера. Очень красиво он ложится и тоже не подчеркивает мои несовершенства. Очень красиво подсвечивает. Как вы думаете? Напишите. Мне кажется, очень даже неплохо его использовать в качестве хайлайтера. Вот сама палеточка. Вот мои глазки. И вот так вот выглядят эти блестки. На мой взгляд, умопомрачительно. Ну и теперь, конечно, нужно нарисовать стрелки. Я очень люблю рисовать стрелки. И люблю стрелки на своих глазах. Это оттенок 01 Black. Подводка. Это она была только в одном оттенке. Видите, у них такая есть розовая серия. Оказывается, она от ООО. Так и называется Rose. И все флаконы у них выполнены в розовом цвете. То есть, есть белая коллекция и розовая. И здесь фетровый наконечник. Вот так вот он рисует. Не обращайте внимания, что он вот так растекается. Просто у меня кожа рук очень сухая. На глазах он так не растекается. Это на самом деле. И вот так вот он рисует. Прошло некоторое время. Я не могу стереть. Причем я тру очень сильно. Теперь проверим водой эту подводку. Я не думала, что она будет такая стойкая. Действительно, вода непроницаемая. Напоминаю, цвет только один. И стоит всего лишь 2 доллара. Отличная подводка. И давайте проверим, как же она будет смотреться на моих глазках. Вот прям вам демонстрирую, что здесь легко ею нарисовать стрелки. Вот я уже заканчиваю, прокрашиваю самый ключевой момент. И вот получается вот такая вот стрелка. То есть, вместе с этой подводкой, не подводкой, а именно фломастером, можно стать Клеопатрой. Или царицей Марокко. Ведь я выполняю все в оттенках Марокко. Вот так вот выглядят мои стрелочки. И теперь я показываю вам тушь. Я не хотела заказывать тушь. Срок годности проставлен. Так как как-то под сомнением меня вводили все эти туши. Но все-таки заказала. Немножечко она, видите, вымазана. Но я не думаю, что ее кто-то открывал. Но может на производстве. Так все произошло. Вот так вот выглядит флакончик. Тоже я так думаю, что это у них вот эта розовая серия. Розовое какое-то вот золото. И будем прокрашивать. Это подводка. То есть подводка, извините, тушь. Стоит 2 доллара 63 цента. Она водонепроницаемая, удлиняющая. Шелковое волокно здесь синтетическое. И ею очень легко рисовать ресницы. И даже нижние прокрашивать очень легко, что редко бывает. Мне удобно было красить свои глаза. Эффект виден на глаза. И теперь перехожу к моему топчику. Я давно сглазела на этот бальзам. Это бальзам меняющий цвет. У него такая красивая упаковка. Вот так вот он приходит. Мне кажется, эмблема от ООО напоминает Том Форд. Отличный здесь срок годности. Написан натуральный бальзам. Я еще прочитала в описании, что здесь в составе есть мед мануки. Его очень часто используют в косметике. Например, лореаль. Показываю, что здесь очень качественный пластик. Везде проставлено название бренда ОТОО. И этот желтый цвет. Я люблю желтый цвет в ювелирных изделиях. Желтый цвет камней. И на этот бальзам долго я смотрела. И все-таки его заказала. И вот посмотрите, при нанесении на ручку сразу он меняет цвет. Становится таким приятно розовым. И вот я его нанесла на свои губы. Выглядит очень он достойно. Стоимость, не помню, сказала ли я, 3 доллара 83 цента. И выглядит он очень достойно. Упаковка прекрасная. Такая люксовая. Мне кажется, Том Форд упаковывает свои бальзамы в такие упаковки похожие. И вот я стираю его. И эта помада держится весь день. Она вот как перманент на губах. И губки такие напитанные. И вот этот вот приятный оттенок остается такой секси. Очень мне понравилось. И второй топчик. Я просто не ожидала, что можно заказать такую прекрасную помаду. Вот взяла на свой риск и страх эту помадку. Эта помада заявлена как матовая, но она не матовая. Стоит она 4 доллара 50 центов. Там представлено 8 оттенков. И вот такое вот оформление. Сроки годности проставлены. Оттенок у меня 01 Butter Almond. То есть масляный миндаль. Но здесь оттенок назван 01 Petal Rose. То есть лепестки розы. Вот такая вот неточность. И вот показываю вам эту помаду. Оформление. Она такая тяжеленькая. Очень приятно ее держать в ручках. И я удивилась, что даже идет в комплекте вот такой вот, как это называется, одежка. То есть для помады, чтобы этот белый цвет не пачкался. Я сразу захотела засунуть эту помаду в одежку. И вот сама помада. Здесь цвет, я бы не сказала, что это лепестки розы. Это именно вот масляный миндаль. Орех миндаль. Такая она ржеватая немного. И мне очень, конечно, я запала на вот этот вот тонкий стержень в помадке. И давайте наносить на губки. Вот так вот она наносится. Приятная очень. Я прокрашиваю уголки губ. Это нужно делать обязательно. Очень вкусно. Она пахнет. И действительно очень качественная, красивая помада. Даже не стыдно такую помаду кому-то подарить. И вот я показываю, что она не матовая, как у них заявлено. А она размазывается. Но ничего страшного. За такое оформление я готова простить все. Главное, что она не сушит мои губы. И выглядит очень даже неплохо. У меня такого оттенка помады в моей коллекции нет. И теперь итог. Мне спонжики понравились. Это средство я не поняла сначала. Но держится тональный крем. А именно BB крем на нем удачно. И не забивает поры. BB крем тоже мне понравился. Он подходит и в качестве BB крема, и в качестве консилера. И теперь переходим к этому карандашику для бровей. Тоже очень отличный карандашик. Мне сначала казалось, что оттенок не мой. Но оказалось, что все отлично. Если добавить гель для бровей и палетка, это мой восторг. Эти блестяшки, это любовь любовью. Говорю правду, просто ничем не хуже, чем люкс. Удачная находка и оформление. Белый цвет освежающий. Тоже отличный фломастер. Им очень легко делать стрелки. Тушь тоже замечательная. Это мой топчик. Этот бальзам, это как перманент. И питает еще и губки, любовь любовью. И помада. Это просто шик, блеск, красота и новый для меня оттенок. Эксперименты. Спасибо вам за внимание. Желаю шикарных покупок и здоровья. А это я проходила с этим макияжем целый день. И это мой макияж вечером. Все сохранилось, как в первозданном виде. Прекрасная косметика. Я получила удовольствие. Всем желаю тоже получать удовольствие от покупок и от косметики. Еще раз пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok